Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня видео, как не заболеть простудными заболеваниями, бронхитами, никогда не простужаться. От чего возникают, можно ли побороть раз и навсегда простудные заболевания? Ответ – да, можно. Об этом от меня слышали только мои старые зрители моего канала, а теперь и вы узнаете. Есть один верный способ, который подойдет только для волевых людей. Он не для слабаков, не для безвольных, живущих для и ради еды. Но этот способ стопроцентный. Тут и здоровье сбережете в целом. И он избавит вас от бронхитов, боли в горле при простудах и тому подобное в частности. Для этого нужно просто перестать есть два вида клея. Первый – все вареные крахмалы. Это рис, картошка и любые хлебобулочные изделия от макарон до выпечки. И второе – молочные продукты, а именно цельное молоко, творог и сыр. Кто не знал, поясню. Это прекрасные столярные и прочие виды клея. А именно – казеин, молочный белок, который еще в 20 веке использовали для столярных изделий, и строительно-отделочных работ. И вареный крахмал-клейстер, которым еще в советские времена клеили обои. Например, варили в кастрюлях пшеничную муку или крахмал. Точно так же, потребляя это в питании, вы, по сути, заклеиваете и ваши фильтрующие клетки печени, гепатоциты, вызывая и фиброзы самой печени, и иные серьезные проблемы со здоровьем. И создаете проблемы для бронхов и легких, которые просто захлебываются от слизи, образующиеся в результате попыток организма избавиться от распада этих веществ. Возникает огромная нагрузка на иммунную и лимфатическую системы организма. Вот вам мои видео для полного понимания данной проблемы. Вот эти видео о молочных продуктах и проблемах, возникающие в результате их потребления. И вот это видео про хлеб, все за и против. И про печень, вот эти видео. И про лимфатическую систему. Ссылочки будут даны в описании под этим видео. А вот зелени, дорогие друзья, ешьте как можно больше. И пейте больше воды. Я сам болел в детстве, за зиму, по много раз простудными заболеваниями. Ну а рекорды были у меня в подростковом возрасте до 8 бронхитов за зиму. И всегда были страшные боли, рези в горле. Причем я точно знал наперед, чувствовал, когда что будет, чуть ли не поминутно. Из-за такого колоссального опыта. Чувствовал по усилению симптомов безошибочно. Эти рези были просто страшные. И были долго. Но когда я перешел на веганство и убрал все вареные крахмалы и молочные белки, впрочем, как и все животные белки, но влияют на эту проблему именно молочные белки, я полностью избавился от этих проблем. Не сразу, конечно, еще года 2-3 я болел, но уже всего по одному разу за сезон. И очень легко. А страшных болей в горле, от которых я лез на стену, в буквальном смысле слова, уже больше никогда не было ни разу за последние 12 лет. И это все факты. То есть абсолютная истина. Это проверено на тысячах других людей. И совершенно понятна вся теория, как и почему это происходит. Мои дети, кстати, практически никогда ничем не болели никакими простудными вирусными заболеваниями. И, кстати, главная причина высокой детской смертности от простудных заболеваний у крестьян в 19-18 веках это потребление вот этих продуктов как основных продуктов питания. Знаю, кто-то тут напишет, а что же тогда есть? И я отвечу, очень многое. Просто вы верите в то, что это то, что вы едите, и есть еда. Именно это, к чему вы привыкли, к чему вас приучили. Но это вовсе не означает, что это действительно есть еда для человека. Что она, естественно, природна и полезна. Кто-то будет протестовать, вспомнив бабушек в деревнях, проживших долго и скажет, мол, все это ерунда, вот ели и пили и дожили до 90-ста лет. И будет этим глупить. Так как, во-первых, это оставшиеся люди после естественного отбора в результате высокой детской смертности. Так как выживали более устойчивые и крепкие люди. Во-вторых, условия среды, которые были у тех людей, а не у вас нынешних. В-третьих, насчет ели и пили. А вот вам примеры другого рода из жизни. Вот и те, кто не ел и не пил это, и жили гораздо дольше ваших бабушек. Вот вам пример детского врача-педиатра из США, которая прожила практически 114 лет. И вот, что она говорила о питании, о воде и конкретно о молоке. И все наши травницы-ведуньи прошлых веков, настоящие, не ели это, а питались с огорода и дикими травами, кореньями и иными дарами природы. И жили гораздо дольше 100 лет. И вполне понятно почему. Хотите понять и разобраться сами, а не идти на поводу собственных привычек, желаний и верований? Тогда вот вам те мои видео, о которых я уже говорил. И можете посмотреть вот эту мою рубрику о долгожителях. Аналитические видео на эти темы. Кто-то скажет, а что же тогда есть? А я отвечу, что вы найдете это в моих многочисленных видео. Они ведь этому в том числе и посвящены у меня на YouTube-канале. Я помню про видео с одноименным названием, которое я обещал снять. Сделаю обязательно. Итак, уберите эти продукты из своей жизни, и вы не сможете заболеть простудными заболеваниями. Просто не сможете. А любые вирусные инфекции и их последствия пройдут легко и без серьезных осложнений. Ну а на этом, пожалуй, на сегодня все. Понравилось вам мое данное видео? Вы его считаете очень важным и полезным? Напишите под этим видео об этом. Дайте мне свою обратную связь. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. Это важно. Я не просто так это делаю. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok